Светильник-ночник лава-лампа изобретен в середине 60-х годов, а к концу 70-х стал мега популярным во всем мире. В СССР в конце 70-х годов изготовили свой вариант лава-лампы с названием радуга. Неизбалованным советским гражданам пришелся по душе необычный предмет интерьера и во многих домах и квартирах в темное время суток можно было наблюдать на подоконниках причудливый светильник. В этом ролике я раскрою все секреты лава-лампы и разрушу мифы, появляющиеся в интернете благодаря малообразованным безграмотным копипастерам. Мифы о лава-лампе. Миф номер один. Секретный состав лава-лампы. Авторы различных статей о лава-лампах не смогли объяснить состав смеси и процесс работы светильника, поэтому написали, что состав засекречен. А для обывателей на различных каналах предлагают рецепты по изготовлению одноразовой лава-лампы с набором уксуса, соды и растительного масла. Давайте будем делать лава-лампу. Мою любимую. Да, я так соскучилась. Теперь мою любимую соду и кладем внутрь. Пару-тройку ложек. Добавляем чуть-чуть масла. Как раз приготовила маленькую баночку. Надеем на емку с наливаем уксус и ждем эту магию. И смотри, вот тебе синий. Вот это магия. Ты волшебница. У нас получилась лава-лампа. Для нас с вами, любителей предметно-материальной истории, не существует секретов, что сделал один человек, то другой обязательно сможет повторить. Миф номер два. Специальные светофильтры и специальная краска с переливом. Это очередная глупость. Окрашенное дно емкости просвечивает тремя цветами, а полупрозрачная смесь, изменяя при нагреве свою плотность, и является постоянно изменяющимся светофильтром. Дно бутылки с внешней стороны подкрашено термоустойчивой краской, разноцветной пастой от шариковых ручек, разведенной в ацетоне. Этот способ окрашивания хорошо себя зарекомендовал. Его применяли советские радиолюбители для покраски ламп самодельной цветомузыки. Я пробовал добавлять белый и черный краситель в смесь. При этом субстанция теряла прозрачность и пропадали радужные переливы цвета. Миф третий. Лава-лампы взрываются. Крышка лава-лампы закрыта негерметично, поэтому избыточное давление выходит через пробку, а взрывчатые вещества не входят в состав лава-лампы. Знания, полученные после просмотра этого ролика, позволят любому из вас в домашних условиях легко отремонтировать антикварную лава-лампу или продвинуться дальше и собрать свою в любой емкости. Вы сможете получить внутри лава-лампы движение лавы в виде закручивающегося вихря, крупных либо мелких пузырей. Процедура реставрации не сложная, но весьма затратная по времени, так как для выполнения каждой операции по корректировке движения лавы, лампе необходимо остывать. Конструкция лава-лампы «Радуга» проста и надежна. Состоит из карболитовой подставки на алюминиевых опорах и крышки. В нижней части установлен патрон с лампой для подсветки и нагрева. Колба светильника – это бутылка из подводки объемом 0,8 литра. Верхняя и нижняя части скреплены между собой стальными шпильками. Реставрацию лава-лампы я начал с замены провода и обычный выключатель заменил на диммер. Это позволяет регулировать яркость светильника и нагрев субстанции внутри. Следующий и очень важный этап – хорошо вымыть бутылку внутри от старой смеси и грязи. Я использовал для этой цели ацетон и доместос. Если в бутылке останется жир или грязь на стенках, лава будет прилипать к этим местам. Поэтому очень важно тщательно отмыть бутылку внутри. Прозрачная жидкость в бутылке – это обычная вода с небольшим количеством поверхностно-активных веществ. Я использую доместос, после него меньше остается мутности в воде. Воду лучше использовать кипяченую или дистиллированную, дабы избежать выпадения осадка и мутности от водопроводной. Двигающаяся полупрозрачная субстанция – это смесь парафина, вазелина, солидола, парафинового масла и перхлорэтилена. Прежде чем залить в бутылку, смесь необходимо подготовить и протестировать в другой емкости. Удобнее всего выполнять эти операции в банке. Очень важно положить на дно банки или бутылки спираль из нехромовой проволоки. Она создаст поверхностное натяжение субстанции и равномерно распределяет нагрев. И вот секретный состав. Растопить без воды. Для этой цели подойдет подставка от лампы и банка с крышкой. 10 частей парафина, 3 части парафинового масла, 1 часть вазелина, не обязательно, и 8 частей перхлорэтилена. Растопить до однородной консистенции, затем дать остыть до комнатной температуры. В банку с остывшей смесью залить кипяченой холодной воды, объемом равной объему смеси, и включить лампу для нагрева. Когда банка нагреется, добавляем каплю жидкого мыла, и смесь должна начинать всплывать. Если смесь всплывает и не тонет, то по одной капле добавляем шприцом перхлорэтилен. Если смесь не всплывает, необходимо дать остыть, слить воду и снова добавить кусочек парафина. Растопить, снова дать остыть, залить воду и продолжить тестирование до результата. После того, как смесь начинает перемещение внутри банки, я увеличиваю объем воды. Регулировка размера пузырей производится добавлением парафинового масла, и чем больше масла, тем мельче пузыри. Тягучесть смеси регулируется добавлением парафина. Подготовив смесь в банке и добившись перемещения смеси в требуемом формате, можно заливать в бутылку. Так как смесь придется заливать горячей в бутылку, бутылку необходимо предварительно подготовить, залить туда воду и бутылку подогреть. Смесь необходимо заливать очень осторожно и не допускать попадания на стенки бутылки. В этом случае, как уже и говорил, смесь будет ползать по стенкам бутылки, а не всплывать пузырями. Соответственно, придется выливать все и снова мыть бутылку. После удачной заливки смеси регулировку можно продолжить в бутылке и добавляя парафин и перхлорэтилен, либо парафиновое масло, получить желаемый эффект. Возможно, то, что для меня очевидно, для вас техническое чудо, и я мог пропустить какой-то нюанс. Пробуйте, экспериментируйте, пишите ваши вопросы в комментариях, и я с удовольствием подготовлю видеоответ. Подписывайтесь на канал, и благодаря просмотру роликов вы получите навыки очень редкой профессии, которой нет в квалификационных справочниках. Антиквариат – это интересно, выгодно и полезно для здоровья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok